Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин, мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Добрый день, приветствую граждан Израиля, ваших телезрителей. Спасибо. Украинские СМИ, а вслед за ним и мировые, пишут о кризисе отношений между президентом Зеленским и залужным, главой ВСУ, вооруженных сил Украины. И якобы Зеленский намерен его снять или даже уже снял, сообщения разнятся, но потом поступили официальные опровержения и со стороны Офиса президента, и со стороны Министерства обороны Украины. Тем не менее, украинское издание «Зеркало недели» утверждает, что была встреча президента Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, на которой обсуждалась отставка последнего, но она ни к чему не привела, самой отставки вроде бы все-таки нет. Скажите, пожалуйста, история достаточно шумная и непонятно, что за этим стоит. Действительно ли собирались снимать залужного, тогда почему, каковы причины этого, или же это кем-то инициированные слухи, кто-то говорит, что это рука Москвы, которая пытается создать хаос, кто-то утверждает, что это новая политика Зеленского. Так кто стоит за всей этой историей? Ну, во-первых, кризис в отношениях двух главкомов, Верховного главнокомандующего и главнокомандующего ССУ, он давно. Развязки нету просто, никак не могут разрешить этот кризис, поскольку уже, наверное, поздно увольнять залужного, по крайней мере, с точки зрения, скажем так, и военно-политической, и политической обстановки. Но сам залужный в отставку не уйдет. Потому что, если он подаст в отставку, а ситуация на фронте сегодня не очень благоприятная, а на каких-то участках фронта неблагоприятная, то это может быть рассмотрено затем. С учетом последующих, скажем так, возможно, даже действий залужного как нового политика, может быть рассмотрено или интерпретировано как слабость, как уход от ответственности и как генерал, который покинул армию в самые, скажем так, сложные моменты боевых действий. Поэтому прекрасно залужный понимает, что может последовать за его самоотставкой. А с другой стороны, руководство, высшее военно-политическое руководство Украины, президент Зеленский, тоже хотят, но не могут на данном этапе, по крайней мере, уволить залужного, учитывая его уже политический вес самой Украины. Судя по реакции вчера многих медиа, особенно тех, которые близки к экс-президенту Порошенко, да и к тому, что называется в Украине всегда вот эта правоцентрическая политическая тусовка, Как они отреагировали на эти слухи, на эти вытоки или утечки информации, какой они подняли шум и фактически они во многом, скажем, сорвали намерение Зеленского. Чувствую, что намерение у него именно вчера было такое, перейти от разговоров, наблюдение за вот этим вяло текущим кризисом, между двумя главкомами пойти на решительные действия и уволить залужного. Тем более, что вес главкома залужного надо учитывать и внешнеполитически, военные внешнеполитически, учитывая его связи или, скажем, отношения к нему среди командования войск НАТО, в объединенном комитете начальников штабов США, ну и в целом, скажем так, среди западных военных друзей и партнеров Украины. Поэтому, резюме. Конечно же, Зеленский хотел бы сегодня иметь нового главкома вооруженных сил, раз, по политическим соображениям, о чем я уже сказал, так, исходя из кризиса и из того, что залужный сегодня набирает политический вес и рассматривается многими, особенно противниками или оппонентами, скажем так, Зеленского, рассматривается как альтернатива политическая на будущих возможных выборах, в том числе и когда начнется новый политический сезон в Украине. А многие рассматривают начало этого нового политического сезона после 31 марта или после 20 мая. Многие так считают, что после 31 марта, когда якобы иссякает срок полномочий президента или когда 20 мая, когда заканчивается пятилетняя каденция Зеленского, ну а вот начнется, скажем, вопросы по поводу легитимности президентской власти и так далее. В этих условиях Зеленский рассматривает заложного как возможного политического конкурента. И многие это рассматривают. Это первая политическая часть. Вторая часть – это контроль над армией, потому что, да, заложный популярный генерал. Поэтому армия в условиях войны, ну, Израилю, как бы, понятна эта тема в условиях войны, причем с разным исходом. Если есть неудача или неуспех, или тем более победа, армия становится очень важной общественно-политической силой. В Украине армия – это институт, который пользуется, среди всех институтов, пользуется наибольшим доверием. Обогнали церковь, обогнали там, не говоря уже о других политических институтах, там, Верховную Раду, Кабмин и даже президентскую власть. Поэтому возникает вопрос. А вот армия не пожелает в тех или иных условиях стать более самостоятельной политической силой. И по признакам, некоторым признакам, я не хочу вдаваться там в детали, но тем не менее, армия почувствовала свою силу, в том числе и общественную, в том числе и политическую. Общественную поддержку. И, конечно же, здесь возникает конфликт не просто двух лавкомов, а двух ведущих институциональных сил в стране. Президентская вертикаль, Верховное Главнокомандование, то есть официальная, скажем так, политическая власть, тем более в условиях монополизации этой власти, которая сегодня в руках президента. И военными, более того, многие политики, которые недовольны тем, что они сегодня отстранены, отодвинуты от рычагов власти, что их не слышно или недовольны, но монополизация власти в руках Зеленского во время войны подталкивает и заложенного, и армию вот к тому, чтобы она проявила свои политические качества в некоторых отношениях и вернула их в большую политическую игру. Ну и последняя уже чисто военная составляющая, военно-стратегическая, я бы так это сказал. Наверное, Зеленский понимает, что активные боевые действия по всей линии фронта сегодня невозможны, по крайней мере, до 2024 года. Война переходит в новую стадию, на новый этап и в новый формат. Эта война скорее будет небольших наступлений или отступлений, так, прорывов и так далее, больших боевых действий. А война переходит в такой режим конфликта, низкой и средней интенсивности. Скажем, на линии фронта больших событий не будет, а боевые действия или военные действия, как можно назвать, они переносятся в область диверсионной работы, беспилотников, военная беспилотия или воздушная беспилотия и морские спецоперации. В данном случае формат войны уже не требует сухопутного главкома и делать ставку на сухопутные силы, а на силы специальных операций, военная разведка и так далее. Поэтому не случайно в качестве сменщика главкома заложного, но рассматривается многими, причем упорно, Кирилл Буданов, глава ГУР, главного управления разведки. Многие говорят, что он как бы не военный, не прошел, что он не командовал большими соединениями, что это особый тип, ну скажем так, боевых действий, главного управления разведки. Может быть поэтому его сейчас, ну скажем так, намереваются поставить на место главкома или назначить на место главкома. Потому что Зеленский понимает, что когда обрезается военная и финансовая помощь, когда идет, ну скажем так, такое давление серьезное российских вооруженных сил и украинская армия должна быть в обороне, войну надо, формат войны надо поменять. Вот в том варианте, о котором я сейчас говорил. В общем-то, гражданам и зрителям Израиля это понятно. Израиль такие войны, скажем так, в режиме конфликта средней и низкой интенсивности ведет уже более 70 лет, ну с какими-то периодическими возвращениям возвращением к такому формату большой войны. Но вот по типу израильских войн не исключаю, что вот ситуация может на российско-украинском фронте, так, или в российско-украинской войне, перероси вот в такой длительный конфликт, где активные армейские действия будут не нужны сухопутных армий, а понадобится вот это искусство войны, которую ведут силы специальных операций. Ну вот практически на эту же тему есть публикация любопытная в Тайм. Там говорится о том, что вот Зеленский хотел бы в условиях обороны переломить ход войны и сохранить свое политическое положение. Они пишут, что в арсенале будут тогда агрессивные атаки на цели внутри России и на оккупированных территориях Украины. И что, по мнению издания, вот возрастет вероятность заказных убийств у российских чиновников, чиновников, связанных с войной, частые удары беспилотниками и ракетами по Крыму, российской инфраструктуре, в том числе в Черном море. Но Тайм пишет о том, что по его мнению, мнению экспертов, с которыми он беседовал, что это все спровоцирует более интенсивные российские атаки на украинские города. Если это так, то одними спецоперациями не обойдешься? Получается? Ну, да. Это позиция Марка Голиотти, если я не ошибаюсь. Сегодня я смотрел в Тайм. Но ради, скажем так, установления баланса, я скажу, что я по переходе к этому формату войны и в связи с возможными или слухами об отставке заложного и назначении Буданова, говорил вчера одному украинскому интернет-ресурсу, так или YouTube-каналу. Поэтому я не повторяю это, то, что написала Тайм, а говорил это еще вчера, как только появилась информация о том, что вот, возможно, такая ракировка. Что касается воздушных атак, так, ну, это будет укрепление ПВО, укрепление война за воздух. Ну, кстати говоря, вот это сейчас как раз один из направлений активных боевых действий, так, война за воздух. И, конечно же, это будет менять формат войны, но я не настаиваю и не говорю о том, что это должно быть, ну, скажем так, в абсолютном такой диверсионном характере действий, так. Вот. Конфликт средней и низкой интенсивности, он может приобретать другие формы очертания, на сдерживание, на, скажем, какие-то точечные спецоперации, ну, как на Ближнем Востоке это ведется уже давно, боевые действия, так. Поэтому главное все-таки то, что три театра военных действий, диверсионный, воздушный и морской, а не сухопутный. Залужный сухопутник, он типичный, скажем так, армейский генерал, закончил институт сухопутных войск, академию сухопутных войск в Одессе. Кстати говоря, Буданов тоже заканчивал свое время, но профиль у него именно вот тот, который касается активных, точечных, диверсионных, молниеносных действий, скрытых, которые сегодня, очевидно, будут востребованы украинским военно-политическим руководством на театрах российско-украинской войны. Какая конкретика может быть, не знаю здесь, так. Но еще раз говорю, я говорю об этом сейчас и для того, чтобы вдаваться в тонкости, как будут проводиться эти операции, какой будет ответ Российской Федерации. Наверное, это тема следующих наших разговоров, так, последующего разговора. Я только к чему говорю, потому что у многих вызывает недоумение или неприятие того, что вместо залужного будет Буданов. Что это якобы чисто, ну скажем так, назначение по принципу лояльности или преданности, или верности Зеленскому. Возможно, это и так. Но главное все-таки, мне кажется, не акцентировать внимание на каких-то персональных отношениях и персональных чувствах, а на то, что формат войны меняется. Понимаете? Вот это очень важно, что активных боевых действий по всей линии фронта, по крайней мере, как минимум в 2024 году не будет, а возможно и в 2025 году не будет. И война переходит в затяжной, возможно, даже долговременный характер, но это уже будет не та война, которая ведется с 2022 по 2024 год. А это будет война уже в формате, который известен во всем мире и по всему миру, он наблюдаем, так, в годы Холодной войны и после Холодной войны, конфликта низкой, территориального конфликта низкой и средней интенсивности. Тогда у меня к вам вопрос. С политической составляющей возможного снятия Залужного и вообще возможного конфликта между Залужным и Зеленским, понятно, вы рассказали. А вот объясните, пожалуйста, Залужный что? Противник вот этого нового этапа войны в этом расхождении. Потому что не может же быть только из-за политических амбиций на такое горячее время менять столь ключевую фигуру. Должна быть какая-то еще рациональная основа. Было бы понятно, что он был противником новых этапов войны, новых методов ведения войны, о которых вы говорите. Так оно и есть или нет? Я согласен с вами. Вопрос очень правильный. Он по делу, как говорится. Но тут же, кроме военных, чисто военных, и военно-оперативных, и военно-стратегических аспектов, есть еще аспект политический. Я в нем вначале сказал, контроль над армией в условиях усталости, истощения общества и морального истощения от войны, намерения политиков, которые ныне пребывают в оппозиции, не слышно сильно, и на фоне относительных, но неудач или неудачи с контрнаступлением в 23-м году, на фоне обрезания, снижения финансовой и военной помощи со стороны западных друзей Запада Украины, они пытаются сегодня вернуться в большую игру. И это возвращение, в том числе и к активному, публичному оппонированию Зеленского, она уже идет. Война не смогла, особенно вот конец 23-го года, не смогли подавить полностью политику. Эта политика возвращается. И выборный год, 24-й выборный год, он подвешен, непонятно. Пока идет, скажем так, военные действия, идет и продолжается военное положение выборов, нет, не планируется. Но легитимность о власти президента Зеленского может снижаться и по причине военного неуспеха в 23-м году, и по причине экономических трудностей в условиях снижения экономической помощи, и по причине того, что сроки, конституционные сроки, понятно. Эта ситуация, скажем так, вкусовщина может быть юридическая. Кто-то считает, что президент может выполнять свои полномочия до вступления в полномочия другого президента. Кто-то будет интерпретировать по-другому. Но в принципе, политическая система Украины сегодня начинает, ну скажем так, расползаться, начинает активизироваться политики. И в данном случае, в сторону армия может взять, или армия может саму инициативу взять. Понимаете, в Украине силовые структуры никогда не играли ключевую роль в политической жизни. Никогда. В отличие, например, от России. В отличие, например, от Израиля. В Израиле многие военные в политике, но политический парламентский контроль над военными действует. А в Украине это еще не отработана ситуация. Поэтому ситуация в Украине может пойти, например, лучший путь – это израильский путь. Худший путь – это египетский путь, пакистанский путь, где фактически военные правят, или еще латиноамериканского нам не хватало, путь военных режимов, авторитарных, или в худшем варианте, режима военной диктатур. Или возьмите Россию, как там шла борьба с армией в 1998 году, когда странная гибель или убийство Рохлина, генерала, героя Чеченской войны, а затем и как силовики, службы, компетентные службы, ФСБ и другие, как они потом оттеснили армию, которая на гребне, скажем, или на волне успеха во Второй Чеченской войне пытались занять ключевые позиции, но переиграли силовики. Кстати говоря, советская история – это постоянная борьба трех партий. Партия идеологическая, КПСС, ВКПБ или РКПБ до этого, это было на протяжении всей советской власти, армия и КГБ, НКВД, ВЧК и так далее. Что, мы не помним эти истории? Тухачевский, Фрунзе Тухачевский, Жуков, Малиновский, Гречка и так далее. И в конечном счете кто победил? Андропа победил эту всю историю. Поэтому вопрос контроля над армией, над вооруженными силами сегодня в Украине для политического руководства, причем любого, это очень важный вопрос не только своего персонального выживания, ну а и модели формата политической организации общества в целом, политической системы и субъектов политики в условиях уже переформатированной войны в направлении длительного, возможно длительного конфликта низкой и средней интенсивности. Еще одну тему хотел попросить вас прокомментировать. Финансо-экономическая угроза Украине. Они пишут много, и украинские издания, и мировые издания, не только профильные, не только экономические, но и политические. И они пишут, что перерыв в финансовых потоках помощи в Украине может привести к краху, так употребляется этот термин буквально, коллапсу всей финансо-экономической структуры Украины. В этом отражение реальности или специальный такой эпатаж, то есть с запасом, чтобы напугать спонсоров, чтобы они поторопились оказывать помощь Украине? Ну, я думаю, это немецкое слово «крах», так, или исчезновение, разрушение, коллапс, как можно, катастрофа. Это, конечно, с неким преувеличением, с неким навесом преувеличить, для того, чтобы Запад осознал серьезность проблемы. Но, если разобраться, то, конечно, не все так категорично. Почему? Потому что в чем проблема? Проблема в дефиците государственного бюджета. Дефицит 42 миллиарда долларов. И был расчет на то, что хотя бы 30 миллиардов Украина получит для того, чтобы вот этих запросов Байбина 60 миллиардов, 61 миллиард, там, где и пакет для Израиля, и Тайваня, и для границы, он частично перекроет этот дефицит. Для чего этот дефицит нужен? Первое. Для финансирования государства, государственных служб, государственного аппарата, социальных служб, то есть функционирования государства как административно-социального, инфраструктурного и экономического механизма. Денег сейчас не будет выплачивать зарплату чиновникам. Кстати говоря, частично и военно. Почему так получилось? Потому что весь бюджет Украины, вот не дефицитная часть бюджета, это финансирование армии, боевых действий, военных закупок на стороне и так далее. Поэтому весь доходная часть бюджета, доходная часть бюджета Украины, она идет на войну. А западная помощь финансовая покрывала вот этот дефицит и фактически это финансировало функционирование государства и общества украинского. Вот сейчас есть опасность того, что не будут деньги именно на это. Другая часть помощи Запада, военной, которая, ну определяя как военная часть, она шла больше на американские или там на западноевропейские ВПК. Эти деньги в Украину не приходили. Они автоматически шли на производство вида вооружения, закупку вида вооружения, ну и складов там Соединенных Штатов Америки, ряда европейских государств. Даже если сейчас деньги найдут, американцы там в связи с кризисом так, или выйдут из этого кризиса по границе, Европа, Европа найдет. Все равно большая часть этих денег, если они вот выбьют, она пойдет на финансирование производства новых видов вооружения, снарядов там и так далее, именно на западный ВПК. А вот на западный ВПК. А вот на финансирование государства, государственных служб, в том числе и военного управления, Министерство обороны, закупки. Вот это все подвисает. И, конечно же, главная надежность здесь Украины на что? На то, что 1 февраля все-таки Евросоюз примет решение о выделении 50 миллиардов евро на 5 лет. Это значит каждый год по 10 миллиардов евро на заполнение вот этого дефицита бюджета. Плюс Германия уже пообещала, Шольц едет в Вашингтон для того, чтобы скоординировать эту военную помощь. Поэтому катастрофы нет, но может быть инфляция, если будет мало помощи или помощь будет недостаточно, придется подпечатывать деньги. А это гиперинфляция. А это, в свою очередь, тоже может ударить по финансированию армии, по закупкам и так далее. Поэтому вот в чем суть этой всей финансовой проблемы. Поэтому Запад тут должен тоже определяться. Это раз. А во-вторых, вот почему сегодня все-таки, несмотря на желание продолжать войну вот в таком активной фазе армейских операций, боевых действий, украинское военно-политическое руководство понимает сложность нынешней ситуации и необходимость перейти в оборону и длительное сдерживание и снижение интенсивности боевых действий. В конечном счете, тут играет роль не только фактор военно-оперативный, военно-стратегический, но и военно-экономический. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...